друзья всем привет недавно нам на почту пришло интересное письмо и благодаря этому письму мы познакомились с удивительным человеком дело в том что этого человека димаш вдохновил на написание книги и как оказалось не просто книги эта книга которую написали 22 человека из разных стран и в этой книге эти талантливые люди рассказывают о феномене димаша кудайбергена мы сами не понаслышке знаем что это такое вдохновляться творчеством димаша канатович и мы решили сделать небольшой фильм о никите и о людях которые вдохновляются творчеством димаша и начинают творить надеюсь вам понравится приятного просмотра привет алга петербург привет всем зрителям большое спасибо за сегодняшнее приглашение меня зовут никита я немка но живу в италии с 10 лет я живу там с моим мужем моим сыном и моей собакой регион в котором я живу называется пьемонт это на севере италии этот регион знаменит своими прекрасными винными холмами я работаю тренером по счастью и смеху и у меня есть несколько хороших проектов я занимаюсь тем что перевоспитываю в людях позитивное мышление в основном я работаю со школами и детскими садиками но также я работаю и с компанией мы сформировали целые команды а они уже выросли в группы смеха и классы смеха для всех возрастов и это очень приятная работа и это прекрасный вклад в то чтобы сделать мир счастливее и лучше еще я работала много лет фотографом в гамбурге в германии и я поняла что моя жизнь была слишком напряженной и не приносила мне удовлетворения я всегда хотела сделать какой-то вклад в этот мир поэтому когда я переехала в италию я изменила свой образ жизни теперь я живу очень размеренно утром я иду погулять со своей собакой днем снова гуляем с моим сыном и иногда мы ходим в городской парк там мы играем с детьми и собаками и вечером у нас последняя прогулка и за неделю у меня всего несколько занятий так что я действительно могу уделять время людям с которыми я работаю у у меня также есть онлайн классы смеха так что я могу работать и из дома я начинаю свой день со смеха и дыхательных упражнений поэтому я набираю в грудь воздух и говорю привет следующему прекрасному дню ну и в остальное время я занимаюсь семьей и домом вот такой меня распорядок дня как я познакомилась с димашем да наверное эта история похожа на те которые случились у большинства деерс знаете я всегда любила музыку будучи ребенком и подростком я пела много лет в хоре я также играла на некоторых инструментах но тогда в моей жизни я давала приоритет другим вещам а сегодня я вновь возвращаюсь к музыке я начала учиться играть на тэнк-драм и раф-драм которые были произведены в россии мне действительно нравится снова заниматься музыкой мне действительно нравится играть несмотря на то что я только начала и и я еще не так хорошо это делаю в общем когда искала на youtube не помню что короче вышло это видео предложено youtube и в тот день я сказала себе хорошо посмотрим что это и это был димаш с песни грешная страсть я точно помню что я тогда почувствовала это было похоже на ухты это самый красивый голос который я когда-либо слышала в своей жизни и я не могла насытиться им поэтому я смотрела это видео снова снова и снова потом я стала искать другие песни я думаю что я была а димашина с первых секунд когда я услышала его голос конечно его способности очень впечатляют но если говорить даже просто о звуке его голоса то он настолько красивый настолько гладкий такой мягкий и эмоциональный этот звук действительно очень трогает и попадает прямо в душу так я познакомилась с творчеством димаша затем я начала изучать димаша и впервые в жизни я присоединилась к фан-клубу это тоже было для меня сюрпризом потому что я пришла туда за информацией о нем но в итоге я вступила в большую семью где с удовольствием общаюсь дирс со всего мира и это прекрасно что так много людей хотят чтобы мир стал лучше все они полны надежды веры общения и доброты это было для меня прекрасным сюрпризом связанным с артистом с тех пор я ценю многое в нем у меня давно была идея создать книгу и чем больше я узнавала димаше тем больше он меня вдохновлял на это чем больше я узнавала димаша тем больше понимала как наполнять вдохновение у меня была идея сделать книгу я всегда мечтала это сделать но я не знала точно о чем она будет и тогда я сказала себе хорошо мне нужно сделать книгу о димаше одирс и о явлениях происходящим вокруг него тогда я позвонила фан-клубы и спросила других людей не хотят ли они присоединиться к моему проекту так мы собрали команду из 22 человек из 14 стран в возрасте от 19 до 75 лет и это было настоящим испытанием для меня потому что я работала впервые в жизни с людьми с которыми я не могла взаимодействовать физически нам приходилось все обсуждать через социальные сети и я не знала с какими личностями я говорила и какими талантами они обладают но мы стали настоящей командой мечты было очень приятно работать вместе за все три месяца что мы работали мы действительно стали друзьями и мы узнали друг о друге много других вещей и не только о димаше таким образом мы стали группой людей которые действительно поддерживают друг друга после звонка фан-клуба димаша у меня появилось много дорогих мне людей которые с энтузиазмом работали над проектом в нашей команде есть художники писатели а также те кто помогал за кадром они также внесли большой вклад в работу они изучали комментарии дирс комментарии блогеров информацию о самом димаше я действительно горжусь своей командой и это был отличный опыт совместной работы с людьми из разных стран и с разным возрастом было очень и занято было довольно сложно работать с разными временными зонами поэтому мы общались почти 24 часа в сутки и это было очень интересно узнать о вкладе каждого что каждый мог дать некоторые из них являются профессиональными писателями и художниками но у нас также есть психологи есть учителя по практике внимательности а также у нас есть несколько студентов и у нас есть люди например которые помогали в домах престарелых и это было отличное сочетание талантов и у каждого из нас была мечта сделать что-то большее в жизни поэтому создавать эту книгу было большой честью и удовольствием для всех нас этой работой мы хотим показать свою любовь благодарность и признательность димашу и его семье а также благодарим всех дирс которые помогли нам с комментариями и историями из жизни и спасибо что разрешили нам поделиться этим книга которую мы сделали выглядит так мы назвали ее том 1 потому что мы не знаем будут ли другие книги книга создана не только в качестве подарка для димаша но и для нас так как мы наслаждались этой работой я думаю что эта книга стоит всей той работы которую мы не вложили это прекрасная книга я очень горжусь нашей командой и собой тоже горжусь потому что было много проблем с управлением всего процесса с версткой с макетами с тем как включить в книгу творчество каждого в книге присутствует структура и так мы выбрали 10 тем о которых будем писать каждая тема это много работы связанной с ней я думаю что димаш это именно то что нам нужно прямо сейчас ведь наш мир становится очень скоростным очень обезличенным мы теряем связь с традициями и семейными ценностями мы забываем про ценность доброты и вежливости мир становится очень быстрым и очень эгоистичным поэтому я думаю что димаш дарит надежду многим людям потому что иногда когда мы немного растеряны нам просто нужен кто-то чтобы к нему прислушаться кто-то кем можно восхищаться и кто-то за кем следовать и я думаю что димаш идеальная фигура чтобы восполнить все это потому что видя как он ценит доброту в людях как он ею делится с нами он с нами делится своей семьей так как будто мы являемся ее частью даже не зная этих людей и я думаю это одна из главных причин почему люди так нуждаются в нем потому что он дает нам возможность жить с тем чего возможно нам не хватает в собственной жизни и в то же время это вдохновляет нас стать лучше попытаться достичь того же что и он набраться смелости сказать хорошо да я сделаю то же самое я выйду на улицу и буду продвигать эти ценности для всех эта книга которая действительно попадает в сердце каждого дирс и мы хотим поделиться ею с димашем чтобы он знал что мы думаем о нем как мы живем в качестве дирс а также это наш большой жизненный опыт ведь мы люди с большим количеством жизненных историй и мы так что эта книга вдохновлена димашем но при этом она вдохновит и его самого и любого читателя и я надеюсь что эта книга сделает счастливым димаша и многих других людей да это наша книга автор аманда медина творчество внутри нас это выражение наших идей и эмоций это желание того чтобы нас заметили услышали и увидели все кто нас окружает творчество есть в каждом из нас и отличие нашего творчества от творчества других заключается в том как мы к нему относимся как мы его принимаем и как мы делаем его частью нашей жизни в то же время некоторые видят творчество чем угодно но только не частью своей повседневной жизни другие же занимаются творчеством настолько естественно что творчество становится частью жизни именно в таких людях мы можем увидеть мастерство искусства и соответственно творчество которое мы можем насладиться через их творчество мы можем увидеть и почувствовать их сердце их разум и даже душу потому что они делятся с нами своим творчеством выражая это в искусстве и только в очень редких случаях вселенная дарует человеку способность достичь действительно высокого уровня своего искусства чтобы выйти далеко за рамки уровня мастерства других чтобы вдохновить всех людей всех возрастов всех культур во всем их разнообразии нашему поколению повезло лицезреть такого человека среди нас димаша люди со всех уголков земли скажут что димаш лучший среди всех лучших певцов в мире он вдохновил мир огонь в люди чтобы они смогли насладиться его творчеством и в то же время найти себя в творчестве когда мы выражаем нашу жизнь через творчество то происходит что-то удивительное все ограничения границы и различия стираются и мы находим общий язык в нашем настоящем человеческом обличии где мы все одинаковы когда происходит такой контакт через любовь и восхищение творчеством одного человека мы находим любовь друг для друга несмотря на наши отличия димаш связывает нас через множество различных путей но нас всех объединяет наша благодарность за его творчество мы все дирс и в этом мы все одинаково альберт энштейн сказал о творчестве следующее воображение важнее чем знание знание ограничено тогда как воображение охватывает целый мир творчество это интеллект которому весело музыка автор рэйчел чанг музыка дарит песню для вселенной крылья для разума полет для фантазии и жизнь для всего музыкой называется капсула времени музыка существует почти столько же сколько и человечество с самого начала цивилизации у людей было чувство ритма и тона и мы всегда использовали это для передачи эмоций любого рода это чувство которое не писать словами поэтому оно и существует иногда слова могут быть слишком ограниченными для выражения этих моций но музыка может сделать это для нас удивительно как мозг интерпретирует частоты длин волн объединенных звуком летаясь друг в друга и вызываете чувства для начинающих есть мажорные и минорные аккорды на абстрактном языке счастливые и грустные аккорды но присмотритесь или лучше прислушайтесь может в них есть еще что-то разве мажорный аккорд не звучит так как будто у нас появляется улыбка и нам хочется продолжения а у минорного аккорда разве есть причина грустить еще много чего можно изучить в этом мире у звука новые аккорды и мелодии всегда ждут своего проявления прямо за горизонтом например сладкий седьмой аккорд в минорной тональности он открывает в нас такие чувства которые мы не можем описать словами поэтому я называю это горько сладким или меланхоличным или третий аккорд мажорной тональности заставляет нас сесть на край сиденья и ждать предвкушать что-то мы углубились в технические детали а у нас на это нет времени потому что один рисунок может стоить больше тысячи слов а музыка может стоить миллионов слов картины обесвечиваются разрушаются портятся а музыка продолжает жить она живет через воспоминания и развивается со временем так как если бы вы могли путешествовать во времени не создавая при этом замысловатого устройства да мы забываем что иногда нам просто нужно слушать внимательно слушать например вы можете представить себе бесстрашных и напуганных солдат бегущих под удар барабанов пусть этот шум попадет к тебе в уши таким образом ты можешь практически перевести все гимны и молитвы звучащие в храмах просто погрузись в этот звук потому что каждый элемент в нем звучит так как будто только что создан новый шедевр и кажется что вы очень близки к этому если вы действительно попытаетесь то вы можете услышать настоящую радость которая будет повторяться как по радио потому что наш мозг по восприятию очень похож радость гнев или печаль всегда можно понять хотя использовать слова для этого не всегда есть возможность этот диалект без слов и похож ни на один другой он не объясняет вам ничего физического и не переводит на какой-либо язык однако вместо этого он делится историями и культурой со всех уголков света каждый из которых делает это по-своему своими инструментами и голосами так что откройте свою музыкальную шкатулку включите радио и возьмите свои инструменты потому что чудеса никогда не прекращаются истории никогда не заканчиваются и музыка никогда не остановится пока ты продолжаешь играть Лена Баудин из Швеции Всем привет это Лена Баудин из Швеции и это мои записи о Димаше когда Никита задала вопрос Дирс одной фан-группы Димаша она спросила как бы они описали то что они чувствуют и как изменилась их жизнь когда они узнали об этом то сотни ответов пришли очень быстро многие из них описали ощущение земли без границ где они лечат свои души слушая Димаша также они получили новых друзей со всего мира и чувство что им рады везде один из Дирс сказал следующее фандом Димаша это место которое я посещаю каждый день для вступления туда вам не нужна виза а только ваше сердце конец цитаты в общем для них это фундамент который дает им чувство безопасности чтобы поделиться своим счастьем и радостью а также страхами и печалью вместе с другими людьми кто понимает и чувствует то же самое многие люди высказываются что начинают чувствовать надежду на то что планета станет более сплоченной и мирной это то же самое что Димаш очень часто упоминает в своих выступлениях и не только и это именно то что хотят слышать наши сердца и души есть много прекрасных вещей написанных Дирс при объяснении того что дает Димаш людям и я была очень тронута читая их приятно видеть как все делятся друг с другом своими чувствами и мыслями о творчестве Димаша и очевидно что голос Димаша позволяет нам быть тем кто мы есть не прячась за масками некоторые Дирс также описывают эффект который мы наблюдаем в фандоме Димаша при повседневной жизни я сейчас поделюсь некоторыми цитатами поясняющие это когда я стал Дирс я стал стараться быть самым добрым человеком как только могу быть а потом если я об этом забуду то это напомнит мне продолжать мои попытки и есть еще цитата фандом Димаша это мирное место куда ты можешь пойти даже если вокруг тебя хаос вы можете добраться туда будучи транспортированным голосом Димаша или путем общения с Дирс обмениваясь мыслями и изображениями в таком месте вы можете наслаждаться массивной горой его могущественного низкого голоса а также тихим ручейком его высоких ангельских нот вы можете поэкспериментировать с самыми различными эмоциями которые могут быть как цунами или как вечнозеленая долина смирения и мудрости конец цитаты ну наконец я должна сказать что даже если я просто пишу здесь и ссылаюсь на них описывая фандом Димаша то я тоже могу найти в себе много нового у меня уже есть вдохновение чтобы действительно улучшить мой голос слушая Димаша я рада быть в фандоме Димаша я так благодарна что открыла для себя такого талантливого Димаша я благодарна что я познакомилась со всеми Дирс по всему миру это очень красиво спасибо Димаш ну что же друзья я уверен что у каждого из вас было желание творить или просто же желание как-то повлиять на свою жизнь и быть лучше напишите в комментариях что думаете об этом увидимся в следующих выпусках всем пока окей как он у Продолжение следует...